Продолжаем выпуск. В Вятскополянском районе поддержали всероссийскую акцию ГИБДД «Притормози». Волонтеры вышли на самые оживленные перекрестки в необычных костюмах, которые должны были показать, что самый незащищенный участник дорожного движения – это пешеход. Школьники из гимназии города Сосновка вслед за волонтерами из Вятских Полян включились в акцию ГИБДД «Внимание! Притормози заранее». В руках листовки – плакаты, а на плечах ребят – оригинальные жилеты. Для недогадливых надпись – подушка безопасности пешехода. Конечно, такая экипировка от лихача на дороге не спасет, но может заставить задуматься водителя, что пешеход беззащитен на проезжей части. У нас на территории Вятско-Полянского района имеются факты наезда водителями транспортных средств на пешеходов именно в зоне действия дорожного знака или дорожной разметки. И пешеходный переход, то есть водители, игнорируя правила дорожного движения, не предоставляют преимущества движения пешеходам. Из-за этого происходит дорожно-транспортное происшествие. 12 человек пострадало в 2013 году и один человек погиб именно на пешеходном переходе. Как правило, акции, направленные на профилактику дорожно-транспортного травматизма, проводятся в местах, где водители чаще всего игнорируют ПДД и не предоставляют преимущества человеку, ступившему на пешеходный переход. На этот раз все было иначе. Водители не только тормозили заранее, но и охотно общались с юными инспекторами дорожного движения. Это наша не первая акция. Нам очень нравится в них участвовать, помогать людям. Мы очень давно дружим с инспекторами ГАИ. Они нам помогают, мы им помогаем. И людям это нравится. По статистике, 70% дорожно-транспортных происшествий в Вятскополянском районе происходят с участием детей. И скорее не от незнания ими правил дорожного движения, а от неумения правильно вести себя на проезжей части. Применять теорию на практике скоро ребята будут, обучаясь в детском автогородке, который нынче построят в Вятских Полянах. Этот проект местных инициатив поддержало все население района. То есть будут проезжая часть, будут тротуары, будет регулируемый перекресток, то есть светофорный объект, будет регулируемый пешеходный переход, нерегулируемые пешеходные переходы, круговое движение, железнодорожный переезд, пешеходные переходы, то есть разметка дорожная. То есть все, с чем дети встречаются в жизни. И возможно подрастающим участникам дорожного движения не придется в будущем напоминать прописные истины. Вроде той, что перед пешеходным переходом водитель обязательно должен сбавить скорость.